Сегодня участники экспедиции «Кара-лета-2014», вернувшиеся из трехмесячного путешествия по Арктике, делились первыми результатами своих исследований. Судно «Академик Трешников» прошло от Карского до Чукотского моря, изучая российский арктический шельф и его нефтегазовые месторождения. Целью исследователей было не только понять, сколько углеводородов скрывается подо льдами, но и сделать будущие работы по бурению максимально безопасными для экологии. Специалисты собирали данные о движении айсбергов, морских течениях, температурных изменениях и об обитающих в районе исследования белых медведях. Юрий Кучинский наблюдал. Пейзаж на острове Октябрьской революции, ну просто марсианский. Такое геологическое наследство оставил лед – главная сила и главная опасность Арктики. Примерно 60 миллионов лет назад ледниками был покрыт весь архипелаг Северная Земля. Но со временем становилось теплее. Ледник в этой долине таял и, постепенно сползая в море Лаптевых, спрессовал песок и глину в причудливые полосатые горы. Остатки ледника все еще на острове. Они, как пунктиром на карте, расчерчены трещинами. Это контуры будущих айсбергов. Трещины все углубляются и огромные куски льда, отколовшись, отправляются в свободное плавание. Выяснить, куда они поплывут – это и есть главная задача исследователей за все последние сто лет активного изучения Арктики. Определяются параметры, на которые раньше не обращали внимания. Если там раньше интересовал генеральный дрейф, то сейчас уже интересуют скорости, включая мгновенные скорости, ускорения и так далее. Мы собираем сходную информацию для определения нагрузок, для того, чтобы сделать оптимальное сооружение с точки зрения экономической и экологической безопасности. Самые крупные айсберги ученые стараются взять под особый контроль. Это целые ледяные острова, на них даже вертолет садиться может. На таких выставляют радиомаяки, чтобы отслеживать их движение. Хотя вот этот, похоже, застрял на какое-то время. Конечно, конкретно размеры каждого айсберга никто не замеряет. Но вот этот визуально примерно с наше судно, то есть в длину метров 130-140. Но конкретнее можно сказать о его осадке. Здесь глубина моря около 50 метров. А этот айсберг не движется, значит, он, скорее всего, сел на мель, то есть он просто уходит на 50 метров под воду. Опыта добычи нефти в тяжелых ледовых условиях человечество накопило немного. Норвежское море, конечно, тоже Арктика, но оно не замерзает. Однако игра здесь стоит свеч по расчетам. На российском шельфе больше 40 миллиардов тонн углеводородного сырья. То есть это один из крупнейших нефтеносных регионов мира. Вот только работает здесь настоящее испытание на прочность и людей, и техники. Все данные, которые будут получены как по дрейфу айсбергов, так и по дрейфу льдов, они будут положены в основу системы ледового менеджмента, в выбор платформ, которые могут выдерживать эти нагрузки. В последние лет 20 исследования Арктики были буквально заморожены. База полярников на острове Уединение в Карском море выглядит как декорации для фильма на тему постапокалипсиса. Людей эвакуировали отсюда в 96-м, когда наука оказалась почти совсем без денег. Для страны это обернулось в частности резким ухудшением метеопрогнозов. Сейчас экспедиции Роснефти отчасти восстановили прорехи в системе наблюдений за погодой. По крайней мере, регион Карского моря теперь прикрыт автоматическими станциями. Люди на острове Уединение теперь больше и не нужны. Как говорят, Арктик – это кухня погоды, северная полушария. И, соответственно, представлять картину более точную, металлогическую в этом регионе, очень важно для сравнения прогнозов для регионов Сибири, восточной Сибири, северо-западного региона. Исследования условий в Карском море продвинулись уже достаточно далеко, чтобы в этом году к работе приступили геологи. То есть это уже непосредственно касается нефти и газа. С помощью различных зондов брали пробы грунта, в них могут содержаться следы углеводородов, замеряли температуру придонной воды, в местах выхода на поверхность газа она должна быть теплее. Вот эта маленькая желтая подводная лодка направленным лучом проникает на сотню метров в грунт и замечает различные разрывы и пустоты, что может свидетельствовать о скоплении газа. В случае обнаружения акустических аномалий, мы можем делать заключение, что там идет просачивание газа, углеводородов на поверхность. Кроме того, в экспедиции два опытных зоолога. Когда судно проходит какой-нибудь остров, они вылетают на охоту. Пневматическая винтовка с зарядом снотворного. Первый выстрел мимо, поток воздуха из-под винта вертолета сносит дротик с ампулой. Второй все же усыпляет молодую медведицу. На животных вешают ошейники с GPS-передатчиком, отслеживать маршруты миграции, чтобы и люди медведям не мешали, и сами медведи в гости не пришли. Любые формы мешать человеку природы, они как бы потенциально могут угрожать либо зверю, либо его основным объектам питания. Ключевой для нас вопрос разработать мер, которые минимизировали негативные воздействия человека на зверь и его среду обитания. Минимизировать воздействие на экологию – задача для нефтяников сугубо практическая. Все-таки устранение последствий всегда обходится гораздо дороже, чем превентивные меры. А в Арктике есть не только то, что можно добыть, но и то, что нужно сохранить. Юрий Кучинский, Дмитрий Бенедичук и Валерьян Кушнир, НТВ. Архипелаг Северная земля, Карское море и море Лаптевых.